Всем привет! Меня зовут Ирина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы приехали в Дидим. Это маленький курортный городок на восточном побережье Егейского моря, что на юго-западе Турции. Он расположен приблизительно в 200 километрах южнее Измира, где мы и живем. Попасть сюда можно, приехав в аэропорты Бодрума или Измира или чуть дальше, в Даламан. Аэропорты находятся не близко, но в этом и есть плюс отдыха в этих местах. Нет тех толп туристов, как например в Анталии. Зато наши соотечественники любят покупать здесь недвижимость, чтобы проживать постоянно или приезжать на несколько месяцев для отдыха. Еще эти места издавна облюбовали англичане. А главной достопримечательностью Дидима является храм Аполлона, куда мы и отправимся в следующем видео. Не пропустите, это будет интересно. А сейчас мы прогуляемся по набережной этого городка. Вдоль набережных Дидима стоят вот такие парки для детей. Классно, прямо на берегу моря. Вот такая лошадка, запряженная колесницей. Кошечка, ты чего ждешь? Кошечка ждет рыбку. Прямо тут же ловят рыбу и тут же ее продают. Такой гномик на кафе Дидиме Нюбалык Часы. Здесь готовят рыбу обычно. Вот блюдо из рыбы, но сейчас закрыто. Зато продают свежую рыбу на улице, как вы видели. Еще одно такое рыбное местечко. Вот видите, зимнее море. Волнуется. Кафе вдоль набережных разные. Здесь можно попить чай. Сейчас все это пустует, но летом здесь негде пройти. Сейчас здесь на набережных обычно гуляют местные турки. И очень мало приезжих. Конечно, туристов нет. Не сезон. Нашли музыкальный инструмент прямо на набережной. Здесь начинается пляж, который называется Алтынкум. Золотой песок. Это местный городской пляж. Мы находимся в самом центре. Это улица, которая параллельно набережной идет. Здесь различные ресторанчики, кафе и отели, пансионы, апарт-отели. Сейчас сиди кафе пустуют, как и на набережной все. Но летом ситуация другая. Хошь булдук. Здесь тоже небольшие кафе с местной кухней. Куру фасолье, манты и шли кефты. Небольшой поворот и мы вышли к морю. Все-таки курортные города лучше рассматривать летом. Так оно оживленно, ярко, весело. Даже немножко непривычно. Вот он зимний приморский городок. Многие кафе закрыты. Естественно, сейчас нет людей. Кафе, магазины, тату-салоны, все это прикрыто. Или ведется реконструкция до начала сезона. Готовятся. Спустимся на пляж. Летом здесь везде стоят зонтики, шезлонги. А сейчас пляж пустынный и никого здесь нет. Вафли и мороженое с козочкой. Его делают из молока. Козьего молока. Открыто. Набережная уже мокрая. Мы тоже возвращаемся к машине и и поедем в храм Аполлона. Оркест Шингюн. Вы знаете, кто такая медуза Гаргона? Все об этом знают, но мало кто знает о том, что раньше она была прекрасной девушкой. И после того, как в нее влюбился бог моря Посейдон, а его жена Афина приревновала его к ней и превратила ее в ту медузу Гаргона, которую мы знаем. Вот, кстати, на набережной Дидима стоит скульптура Медузи. Написано «Самая красивая девушка Медуза». Здесь она до превращения. А вот так жарят каштаны на улицах. Видите? Пока. Пока им. На моем канале как раз есть рецепт каштанов, который по очереди дома. Травка в парке после дождя стала такая ярко-зеленая. А здесь жарится кукуреч, любимая турецкая еда. «Какие турки-патриоты» написано на клумбе «Аддатюрк». Еще видели вот такой сквер красивый со скульптурами и турецкий флаг. Все приходят сюда пофотографироваться. Мы приехали в Дидим на выходные и для проживания выбрали небольшой уютный отель «Де Марин Яхт Клаб», обзор которого вы увидите сейчас. Вдруг вам пригодится на будущее. Видеозаселение в отель странным образом стерлось, и поэтому вставлю часть с дрона, где виден весь этот отель. И прекрасный вид на Марину. Марина, кстати, так в Турции называют место, где швартуются яхты. Зайдем, посмотрим, как здесь все устроено. Это я. Очень красиво и приятно, очень пахнет внутри, такая свежесть. Большая двуспальная кровать. Здесь у нас гардеробная такая большая. Ого! Классно! Можно закрыть шторочкой, и ее не будет видно. Здесь у нас душ. Обычный стандартный душ. Душевая, туалет. Мне нравится. Эта комната называется «Делюкс». Есть комнаты стандартные, есть люкс, есть с видом на море, или, как турки говорят, кара манзара, то есть на землю, на город. Кровать для ребенка отдельно. В общем, комната довольно большая. Первый раз вижу, чтобы была кофемашина. У нас вот кофемашина и капсулы. Чашечки, чтобы выпить горячий кофе. Сыночек, который помыл ручки. А вот мой муж, яхтсмен без яхты. Потом, все, потом. Яхта будет потом, сказал он. Хорошо. Вот у нас замочек. Открываем. И выходим на наш балкон. Вид очень красивый. В далеке виднеется большой отель. И яхту. А здесь выход прямо на бассейн и на ресторан. Думаю, конечно, летом или весной здесь чудесно. Сейчас очень холодно, ветер. И мы можем только наслаждаться красивым видом. Где-то там вдалеке виднеется наша яхта. Как вы поняли, в мечтах. Эти оба балкона все принадлежат этому номеру. На террасе стоит диванчик со столиком. Где удобно посидеть. Ну, конечно, и сейчас муж уже прямо сразу попросил включить обогреватель. Так, набор для зубов. Посмотрим, что тут у нас. Дентал кит. Складная щеточка и паста маленькая. Очень удобно для тех, кто забыл. И набор для бритья. Интересно, что там. Ух ты! Бритва. И пена для бритья. Тарак. Это расческа. Палочки и шапочки. Купили в супермаркете Мигрос шампанское и всякие закуски. И, наконец-то, отметим мой прошедший день рождения. Ура! Улетела пробка. Надеюсь, мы не пробили потолок. Бокалов у нас нет под шампанское. Только стаканы. Пузырьки. Здесь находится такой зал, чтобы посидеть. Поиграть на пианино. Уютное местечко. Мой любимый голубой цвет. И красивый вид. Ну, сейчас отель почти пустой. Здесь очень мало народу. Ресторан. Идем на завтрак. Возле бассейна, конечно, хорошо. Но там сейчас холодно. И сильный ветер. Здесь такой аквариум. Что там? Кто там у нас сидит? А, у него клещ не закрыли. Это для еды. Бедненький. Это не просто аквариум. Выбор не очень большой. Но все есть. Учитывая, что людей здесь немного. Вечером здесь, наверное, камин. Включают. Кто там машет бутерброд себе. Что мы тут набрали? У меня классический турецкий завтрак. Кусочек семита. Сосиски, колбаски, зелень. Омлет. Муж взял какой-то десерт. Выйдем, посмотрим, что здесь у нас есть. Гамачок поваляться хорошо. И много-много-много яхт. Конечно, это не такой отель, где есть пляж, на котором хорошо отдыхать летом. Это именно яхт-клуб. Это, в принципе, и вся территория отеля. Травка, травка, бассейн, столики для отдыхающих, чтобы наблюдать за своими припаркованными яхтами или чужими, как это сделали мы. Вообще-то, в этом отеле завтрак не только для посетителей отеля, но и для тех, кто живет в этом городе, ну или гостей города. Сюда можно приехать и просто позавтракать. На данный момент цена 80 лир с человека. Сейчас вот там тоже люди сидят, потому что продолжается бранч. Эгейское море. Красиво вдалеке видны горы. Окрестности Дидима. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться, чтобы не пропускать другие интересные видео. А мы с вами прощаемся и встретимся уже в храме Аполлона. Всего вам доброго.